Передай Костету, что я жду от него ЗП за все 11 месяцев! Она мне срок дала. Костетик, если через месяц ты не сделаешь мне предложение, то можешь про меня забыть. Блин, короче, это прям реальный попадос! Мой райончик! Мой! Что это он творит? Костетик, ты знаешь, чья это тачка? Брата твоего? У меня сестра! Тогда не нервничай, я осваиваю новый вид предпринимательской деятельности. Можно сказать, сговоры с голубями, понял? Грязи плевать! Я че тебе, средство массовой информации грязи плевать? Я наоборот, людей к чистоте подталкиваю. Уцени! Я уже так машин 12 окутил. Понял мощь задумки, да? Короче, я повышаю спрос, а хозяин мойки мне к чик-чик процентик отстегивает. А если они на другую мойку поедут? Блин, дельные замечания. Учись, пока я жив. Недолго осталось. Тут тебе просили передать, что тебе кирды. Что просил? Хотя, какая разница? Любой мог. Но мне кажется, ты че-то путаешь. Давай вспоминай, может, че-то поконкретнее просили передать. Точно! Вот это! Ты че, фонарил, что ли? Хотя, погоди, ну-ка давай еще разок. Ну, на! Че, прям так и просили передать? Ну да! Блин, по ходу дела я понял, кто это. Ты давай здесь подежурь. А мне до дяди надо метнуться. Привет, моя кралечка! Кралечка я была в твоем коматозном сне, в котором тебя в армию забрали, а меня украли. Ну, подумаешь, продрых недельку после удара в голову. Скажи спасибо бабуле, что таким образом от армии тебя отмазала. Да блин, лучше бы в нее сходил, чем такие сны про эту армию зырить, блин. Лучше бы вспомнил, сколько у тебя дней осталось. Да че ты все на меня газуешь-то? Да потому что! Прошло три недели, зима прошла, а ты... Ну, я уже, можно сказать, для тебя квест подпридумал, ага. Серьезно? Да, так что потерпи немножечко, моя... в смысле, крошечка. Недельку. Недельку, все. Давай, обнял, приподнял и хрустнул. Чеха, чеха. Здорово, бабуль! Привет. Я говорю, где мне дядю найти? Дядя? Он теперь все время в своей новой машине сидит. А, ну у нас, наверное, не так много новых машин, поэтому я сейчас быстро найду. Бабуль! Что тут слово? Помнишь, я тебе косарь-то орчал? Да, ты мне со временем с процентами уже пять косарей думал. Да это по барабану. Короче, я тебе готов вернуть в виде цены информации. Давай, ты мне говори, а я оценю. Ты сначала сюда посмотри на просто. Че? А теперь зацени вон там у парня. Ладно, я щас с ним сама разберусь. Есть у меня один такой бейсбольный пятновыводитель. А ты, вон, че, ко мне по коже зайди. У меня к тебе важный разговор есть. Ну и обосрали, обосрали. Главное, что моя чистая. Ой, и вообще, че вы мне звоните? Я на пенсию вышел. Все, отбой. Вот это ангригот! Вот это че, мой дядя? Я щас так буду на ней ферзить. Ты чего? Это че, служебная, да? За выход на пенсию дали. Так сказать, десять окладов и заслуженный отдых. Вот, вот я ее и взял. И правильно, что взял. Я щас на ней такие хренделя буду делать. Я щас на два колеса встану. Тише, не надо никуда. Куда ты там вышел? Я на пенсию вышел. Ты ее видел, нет? Куда вышел? На пенсию. Куда? На пенсию, глушня. Ты на пенсию вышел? Я. Ты себя видел? Ты же арматура. Ну, чуть подсогнутый бицух, у тебя огонь просто. Ай, думаешь, это я так решил, что ли? Это все молодые, понимаешь? Пришли молодые, у них крыша лучше, больше, вот. Теперь у них, понимаешь ли, кабинеты и должности. А я вот, вот, что мне осталось. Моя машина. Блин, и, короче, че? Это, помочь не сможешь, что ли? Смотря с чем, куда полез? Куда полез-то? Ферзануть по райончику этой тачке. А ну-ка, выйди, я сказал. Ну, чего? Выйди, это моя тачка. Ну, хорошо твоя, ладно. Ну, свачком-то хоть помоги, то, говорят он. Я же срока вышел. Да, да, он и так больше срока, понимаешь ли, под Мурманскому, на ледоколе отходил. А я теперь же ничего у нас не решаю, понимаешь ли? Ага. Моя машина. О-о-о-о-о! Выключи, я сказал. Выключи, я сказал. Куда? Стой, собака. А ну-ка, здесь... Выключи, я сказал. Рычит как, видишь как? Вот ты... Выходи отсюда. Газует, видал как? Выходи отсюда. Видал как? Иди отсюда. Чего? Иди отсюда, все. Слушай, слушай. Куда ты, куда ты положил? Чего? Куда ты положил? Опа! 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 Ох ты как научился. Ты посмотри, иди сюда. Слушай, совет мой. Добрый совет мой. Ты сам понимаешь, ли множишь свои проблемы. Потому что вокруг тебя это дурное, неправильное окружение. И ты играешь в какие-то дурацкие игры, которые не надо играть. Послушай, ты дядю своего. Ты вот чувствуешь, дядя? Чего? Ну, в таленчиком попахивает. Я в советах пенсионеров не нуждаюсь. Пошел. Это что сейчас было? Хотя слабенько было. Ты же пенсионер. Я пенсионер. Давай, раз, боткай. О, на! Пометровка моя, понял? Я понял. Снимай давай. Снимай ее. Зажаришься. Кассет, слушай. Это крутой бизнес. Все машины на мойку поехали. Видишь, эта голова разбирается, как заработать бабосики. Я только один маленький нюанс не учел. Какой? С хозяином мойки, так говорится. Так что давай. Еще две машины обрабатываем. И идем свой процент забирать. Кассет. Васюк. Стой, стой. Стой, падла. 11 месяцев в вольных. Стой. Пиццу мою зажрал, сука. Машину мою, падла. Стой. Стой. Я тебя достану, сука. Похудей сначала, Василий. Ага. Ты мне, ты мне за все отвечаешь. Все вернешь. И машину вылежишь. Езжай на мойку. Там сегодня скидки. Это для тебя сегодня будут скидки. В больницу. А потом на ледокол поедешь. Работай, падла. Слой, блядь. Ты сам множишь свои проблемы. Выбирая неверное окружение и создавая неправильные игры. Вы что там, взговоры что ли все? Еще и дядю окучил. Осмотрись. Что ты видишь? Решение всех своих проблем. Значит, ты увидел возможность предпринять себя. Сто пудово. Теперь важно принять правильный совет. Давай только сразу обозначимся, что я отечественных советчиков не прием. Только он. Ага. Хорошо. Тогда я Гарри Фишер. Блин, Гарри нормально, а вот Фишер не очень. Лучше бы ты был Гарри. Стеклорез. Я бы тогда все свои проблемы в моменте решил. Важна не материальная сила, а сила знаний. Ощути ее. Гарри. Вот ты какой. О, гляди. На затылку пал. А если бы на лицо, так он тогда бы бутончик или армию вспоминал. Спасибо, бабуль. За что? За простыню. Это не я был, ты что? Ага, знаю я тебя. Ага, вы что делаете, я все снимаю. Тетет за простыню. Какое простыню, этот ваш? Он наркоман ваш испачкал. Какой наркоман? Картавы, с которыми вы разговаривали. Че? Я про бомжей снимаю и наркоманов. Вот, снял все. Ну-ка. Ох, сихо, сихо. Как еще кликся. Долбанутый райончик. Понятно? Да. А можно ему еще раз добавлю, а? А ты откуда такой прыткий? Ты че надо, рассказывай. Возьми. Мне че надо? Я сейчас все расскажу. Я 11 месяцев из-за этого картавого во льдах просидел. Я жопу, извиняюсь за свой французский, жопу все отморозил себе. Я уже все, я дома был. Я думал отдохну, немножко расслаблюсь. А он, падла, еще пиццу мою всю сожрал. А кто я знал, что это? В рот закрой. Эта падла картавая всю пиццу сожрала вместо меня. А еще машину мою обосрал. Как будто бы, да рот не закрой мне. Как будто бы, короче. Даю два дня, чтобы отдал, но он мне все бабки. А иначе... Понял? Три дня. Три дня. Ну что, внучок, чем смогла, помогла. А сейчас мне ехать надо. А ты подожди, ты куда справилась? А мне нужно отдать свой гражданский долг. Учись костету бабули, вот как надо долги отдавать. Да тихо ты. Вы видели, что сейчас с современным образованием делается? Вот и я решила учительницей стать. Да тебя там только и не хватало, блин. О, мне так же в комитете по образованию сказали. Значит, точно надо ехать. Слышь, Света, мы еще с тобой не все закончили. Погоди, у меня тяжелая психологическая травма. А сейчас еще и физические добавятся. Вася, ну остынь. Заработай я тебе бабки. Просто надо чуть подождать. Ну? Че ну? Ну я подождал. Где бабки? Вася. Ну не кипишуй. Родненький, давай с тобой на гитарике рванем. Я же реально соскучился. По тебе, ну. Сейчас с тобой костет, давай. Слушай, начисто теоретически. В мае какой месяц? В мае. Ну явно не июнь. Догонять. Эй, вы куда? Мы идем в катера у горожана гитарки играть. Я с вами. И брата поизвать мне. Сестра. Да, и пожрать возьми что-нибудь там. Это у него вообще сестра. Здорово, сосед костет. Ну, мама. Че ты мычишь-то, а? Где картавый? Сказал, что пойдет с Васьком к катеру у гаража. Опа. Лысый уже здесь, значит, да? А че еще сказал? Ну, сказал брата с собой прихватить. Тс-ка. Откуда он узнал, что я уже тут, а? Ну, он все на райончике знает. Короче, слушай, сюда. Увишь костета? Передай ему. Что ты мой брат? Ничего не передавай. Дебил. Это. Совет тебе, братан. Ты с ним это. Не Вась-Вась. Ну, в смысле, как его там. Короче, не дружи. А то взрывной волной отнесет и тебя. Понял? Ты ничего не видел. Держи. Давай. Давай. Че, снимаешься? Да снимай, давай. Поцени, как мангусты ловит. Давай, мангуст картавый. Че, романтичную споем? Давай. Давай. Как твой крялья зовут? Натаха. Натаха? Да. Стой. Ну, давай. Для тебя и для твоей, короче, Натахи. Ты сидишь один в пустой квартире, На полу валяется рубаха. Ты не знаешь, что творится в мире, Знаешь, что к тебе придет Натаха. Будешь ты с Натахой обниматься, Будешь ты с Натахой целоваться. Выпьешь по бутылочке столичной, И почувствуешь себя отлично. Проведешь ухой по теплой ляшке, Милой маленькой своей Наташке. Сколько это может продолжаться? Знаешь, только ты и дядя Паша. Это ты его зовешь Наташкой, Потому что вы с Натахой. Мои п***цы, ты че хвостик, блядь? Субтитры сделал DimaTorzok